Здравствуйте! Приветствую вас на канале Процветок. С вами Ломонос Петр. И сегодня мы поговорим о рассаде. Весна, конечно, хорачья пора. Мы высеваем многие семена, высеяли. Рассада наша всходит и после этого становится в росте. Ну и как бы многие наши огородники и дашники даже со стажем недоумевают, что сделать, чтобы рассада поднялась, чтобы она стала расти, что нету признаков роста. На самом деле все очень просто и объясняется из биологии овощных растений. Значит, растения хватают сил в семени на прорастание семян. Растают семена, появляются семядольные листочки. И все любые культуры, неважно, будь то однолетние, многолетние культуры, все они замирают. Далее семядольные листочки выпустили и замирают. Почему замирают? Потому что в эту пору растения начинают формировать корневую систему. Корневая система во всех сходах овощных культур формируется до появления третьего настоящего листика. И только после появления третьего настоящего листика наша рассада уже готова воспринимать питание из почвы. До сих пор она из почвы питание не воспринимает. Поэтому любые подкормки, какие бы вам советы не давали, где-то вы их не видели, не слышали от знакомых в интернете, значит, знайте. До третьего настоящего листика нету такого удобрения, которое поднимет вашу рассаду. Это биология. Значит, пауза между появлением всходов и появлением первого настоящего листа колеблется от 4 до 16-17 дней. Поэтому с этим приходится мириться. Тут вы ничем не ускорите, ни температуры, ни освещенности. Ваши растения развиваться быстрее не будут. Это заложено в биологии овощных растений. Ну и дальше. Когда наша рассада уже, ну, выросла у вас сходы, вы поняли. Тут мы не ускорашиваем. Ну вот в наших всходах появляются уже 3 настоящих листочка. Появляются 3 настоящих листочка и наша рассада останавливается. Так вот, уже в этот период рассада останавливается в России по двум причинам. Первая причина – это заглушенность всходов. Они нуждаются в пикировке. Вторая причина – это недостаток упорще-питательных веществ. Не хватает упорщепитательных веществ, растения также сигнализируют, что им уже питания, нету питания, поэтому они становились в росте. Вот в этом случае нашу рассаду мы можем простимулировать. Простимулировать каким образом? Ну, значит, распекировать, посадить в отдельной емкости, будь то стаканчики, будь то горшочки, посадили, рассадили. Наша рассада станет на глазах подниматься, станет расти. Бывает так, что как бы рассада почти не очень густо, что как бы пекировать еще маловато. Что можно сделать? Для того, чтобы не травмировать нашу рассаду, мы просто-напросто по верху подсыпаем питательный грунт. Подсыпали питательный грунт, как бы уровень почвы мы подняли и растение начинает образовывать дополнительные корни. То есть, получается пикировка, но без того, что мы рассаду достаем из грунта. То есть, растения на такую пикировку, они переночат безболезненно, очень легко и, соответственно, потом, когда мы будем их пикировать, они имеют хорошо развитую корневую систему. По пикировке, то есть, рассаживанию растений, более свободно, вы поняли. Рассаживание в емкости, можете даже, ну, где-то в отдельные, больше шорчки, более редкое. Ну, расстояние между растениями должно быть где-то от 7 сантиметров для капусты, 10-12 сантиметров для помидора. Ну, 7 сантиметров пойдет также и для перца и баклажана, потому что они развиваются медленно. То есть, такие только пространства дадут возможность вашей рассаде развиваться нормально. Ну, а подкормки, как уже я сказал, значит, то, что растения необходимо подкормить, мы подкармливаем. Только не забываем, что первые подкормки растений, то есть, до появления третьего настоящего листика, мы будем давать в некорневые. То есть, брать опрыскиватель, опрыскивать нашу рассаду по листьям и растения усвоят, конечно, хорошо питаться на вещества. И только ваша рассада тогда будет хорошая, темно-зеленая. Но для того, чтобы она была коренастая, есть два нюанса. Это освещенность. Мы включаем дополнительные лампы дневного света для нашей рассады. И второй момент – это понижение температуры. Сходы появились, температуру снижаем чуть ли не наполовину. То есть, если благоприятная температура 28 градусов 30 для тех же баклажан, наша температура должна стать где-то 14-15 градусов ночное время. Снизили температуру. То есть, выносим наше растение на веранду или где-то такие места, где бывает ночью холодно. И наша рассада станет коренастенькой, крепенькой. Так что, вот, учтите эти советы. Они очень простые советы. И тогда ваша рассада не будет отставать в росте, не будет останавливаться. Она будет расти и радоваться. Но помните, что биологию растения нельзя природить. Это не удалось ни одному селекционеру, ни одному биологу. Не удалось добиться снухшибательных результатов. Что заложено в растении, то оно нам выдает. Вам хорошей рассады, крепкой, чтобы она одарила вас богатым урожаем. До свидания.